всем привет сегодня мы готовим соус тхемали с вишней и с двумя видами слив сегодня мне снова помогает наша бабушка рая и так что нам для этого нужно у нас килограмм вишни где-то 4 килограмма красных слив и килограмм фиолетовых слив фиолетовые сливы и вишни берутся как бы для аромата и дополнительной кислинки потому что красные сливы на сладкое остальное я напишу в описании количество ингредиентов приблизительно на килограмм здесь у нас просто много чтобы вы не запутались все будет в описании что нам для этого нужно еще кинза стручковый перец чеснок сушеный укроп уцхосунели кориандр омбало соль сахар по вкусу обычно берется я буду по мере готовки буду говорить что и сколько добавляю что вы не запутались и так для начала отвариваем наши сливы по отдельности почему по отдельности потому что вот это фиолетовая слива готовится дольше чем красная и вишня готовится быстрее чем все остальное поэтому мы по отдельности отвариваемся добавляем небольшое количество воды но чуть больше половины добавляем в каждую из них по веточки сушеного укропа минут 15-20 отвариваем значит пока отваривается наши сливы мы будем пропускать кинзу стручковый перец и чеснок через мясорубку и так наши сливы и вишня отварились пропускаем через дуршлаг избавляемся от кожи и косточек дальше идет у нас вот красная слива вернее она уже после того как отварилась уже желтая дальше идет вишня вишня немножко сложнее ложкой пропускать через дуршлаг легче на настудить и руками руками будет быстрее пока мы пропускаем через дуршлаг наши сливы дали детям задание вот через мельницу измельчить омбалу в сушеном виде она такая очень грубая поэтому вот лучше ее измельчить дальше все смешиваем наши сливы и вишню и добавляем значит приправы омбалу из расчета на килограмм одну столовую ложку у нас больше потому что у нас слив больше получается всех приправ по одной столовой ложке на килограмм дальше у нас идет значит узхусунели тоже из расчета на килограмм одна столовая ложка одновременно быстро быстро мешаем потому что от приправ образуются комочки дальше у нас идет кориандр точно так же из расчета на килограмм одна столовая ложка мы добавляем больше потому что у нас много слив хочу напомнить что узхусунели это голубой пажатник а умбало это болотная мята для тех кто не знает у меня на канале вы можете еще посмотреть тремали из алычи я готовила ссылку оставлю в описании значит добавляем нашу измельченную зелень с чесноком все хорошенько мешаем добавляем значит красный молотый перец у нас был острый стручковый очень жгучий поэтому мы добавили всего пол чайной ложки красного перца вы по вкусу можете добавить немного черного перца молотого для аромата дальше добавляем соль соль по вкусу соль и сахар конечно же по вкусу но я например по своему вкусу добавляю на килограмм одну столовую ложку соли и приблизительно 4 столовых ложки сахара вы смотрите как по вашему вкусу добавили одну две столовые ложки попробуйте если там мало будет уже добавить и все хорошенько перемешиваем даем закипеть после того как закипит о чем отсчет ведем с этого момента приблизительно 40-50 минут на умеренном огне иногда не забываем помешивать мы видим вот 40 минут прошло она уварилась уже немножко добавляю я аспирин на килограмм одну таблетку вы можете не добавлять к если вы его не любите и для меня это еще одна гарантия чтобы она сохранилась долго и пока горячая все значит собираем баночки стерилизованные спасибо бабушки рая самиру и максуду за помощь и так закрываем плотно крышкой крышки меня тоже всегда горячие переворачиваем даем остыть столько у нас получилось на самом деле это не так уж и много она настолько вкусно и что съедается очень быстро то есть вы попробуете и поймете что она сильно отличается от магазинного вот так она выглядит уже остывшие загустевшие цвет посмотрите какой красивый надеюсь вам понравилось подписывайтесь пока пока